Осторожно! Тупые шутки! И... Тупые шутки. После весёлого лета в Чернобыле пришло время возвращаться на работу. И сегодня мы наконец-то выпросим повышение у начальника. Василий Иваныч, а можно мне повышение? Твою ж мать, он меня как будто избегает. Василий Иваныч, грёбанное окно. Вот бы у меня был лом. В общем, я работаю на работе, которая занимается наукой подглядывания в женские раздевалки. Но, к сожалению, некоторые из нас помирают от потери крови из носа. Ну а сегодня у нас дискотека в честь Хэллоуина, на которую пришли бывшая с подругой местные любители рэпа и Карл из Джимми Нейтрона. Ребят, а вы помните Джимми Нейтрона? Однако кто-то пролил пивас на диджейский пульт. Ну а я пошёл искать начальника. Чёрт, надо ломиться отсюда! Эх, обидно, что в нашей стране происходит упадок науки. Браток, ты чего разлетелся на ломте? У этого чувака такое лицо, сразу видно, что он сломлен. Ладно, сорян, ребят, это был последний каламбур-пролом. Обещаю. А этот чувак был самый умный у нас. Мы его называли Ломоносов. Эй, бро, прекрасно выглядишь. Сразу видно, что ты пользовался этим скрабом для лица. Да, хреново быть зомби, конечно. Разлагаешься, отпадают конечности, постоянный голод, который не утолить ни суши, ни бургерами. А я мало того, что заказал всю эту вкуснотень, так ещё и получил кэшбэк по карте Тинькофф Блэк. Ну не сказка ли? Моя карточка, кстати, сделана в лимитированном дизайне от Лэйзи Скуэр, и я просто кайфую от её стиля. Но что особенно меня зацепило, так это весомый кэшбэк на огромное количество всего, что только есть. 10% за покупки в App Store, Google Play, Spotify и YouTube. До 30% за любые другие приобретения по предложениям партнёров. А специально для нас, для геймеров. Тинькофф вернёт 20% кэшбэка за покупку игр в Steam, PSN Store, Xbox и в других игровых магазинах. И этот кэшбэк, кстати, не витает где-то в воздухе. Ты можешь снять эти реальные деньги без комиссии в любом банке. Этой надоедливой комиссии, кстати, нету и при переводе с карты на карту или по номеру телефона в любой банк. А если ты закажешь карту до 31 октября, то получишь её бесплатное обслуживание навсегда. И помни, что количество таких карточек ограничено. Поэтому переходи по моей ссылке в описании, заказывай карту Тинькофф Блэк в крутом дизайне и получай кэшбэк уже сегодня. Господи, как темно и страшно. Игра прям держит меня в напряжении. Эй, ты что, хочешь человеческой плоти? За это тебе придётся заплутить. Ребята, конечно, молодцы. Втянулись в свою работу с головой. Вот так погибают светлые умы в ламповой атмосфере. Ребята, вы слышали, что вчера по ящику показывали что-то бомбическое? Народ, простите, что не дал вам похавать. Простите, что устроил вам облом. Чувак, я не буду тебя спасать, ведь все знают, что ты просто падаль. Но я тоже оказался в пролёте, честно говоря. Скользкий пол? Надписи для слабаков. Надписи для слабаков. О боже, опасность! Надо её ликвидировать! Мужик, да ты что-то устал? Тебе бы поспать, ты аж носом клюёшь. Хе-хе, обожаю умирать много раз. Это же так клюво. Да-да, задай им жару. Блин, вот чёрт. Вот до чего доводят порно с тентаклями. Эй, это что такое, доктор? О нет, флэшбэки с моего первого дня на работе. О нет, господи, как я вас всех ненавижу. О боже, что это была за дрянь? Аж до зелёных шортиков. У моих соседей сверху такой же живёт. Увидимся в аду, Газина. Передай сатане от меня пламенный привет. Мне кажется, этот светофор какой-то неправильный. А-а-а, Василий Иваныч, нахрена ты это выпустил? В следующий раз я не буду в него стрелять, а то я умираю из-за этого. Что ты сказал? Почему эти циклопы просто умирают? Было бы смешнее, если бы они циклопались. Обожаю кататься на трамвае. Все поездки на нём просто улётные. Тот момент, когда она дотронулась до твоей руки. Чувак, нихрена себе ты сделал сальто. Да ты прям акробат. О боже, что это? Ага, больно тебе? Ещё бы. Я же использую свой арбулет. Бро, прости за то, что я тебя прищучил. Что? Я застрял? Это была специальная ловушка? Мне кажется, эта игра дурака за меня держит. Серьёзно? Опять? Опять? А могут? Понял. Не надо умирать. Хорошо. О боже, на меня напались это мазохисты в латексных костюмах. Кстати, а вы знаете, что использует ниндзя-чебурашка? Сюрегены. Э, ты шо, опять захотел человеченки? У тебя что, ломка? Ребят, простите за это. Я не хотел вас, паранец. А ну-ка, вкуси моего лома, который я достал в ломбарде. Энштейн, ты чё, какой красный? Ты чё, кронштейн? Йоу, ты чё, как быстро умер? Ты чё, какой щуплый? Эй, эй, мне же больно. Мне кажется, порода этой собаки бульдог. А, не, это Акито Анус. А это мой новый друг. Я его назову Вован. Эй, эй, Вован, спокойно, не буянь. Сейчас мы их с тобой прижучим. Вован, а ну-ка, взять их. Да, Вован, тебе, как говорится, палец в рот не клади. Блин, никак не могу пройти это минное поле. Моя геймерская репутация теперь просто подорвана. И теперь весь день у меня будет кислая мина. А, надо было стрелять в эти мины. Точно. Вован, успокойся, я сказал. Если будешь тебя плохо вести, то я с тобой поступлю вот так же. Ты понял? Вован, спаси меня. Могу поспорить, что чувак, который стреляет в меня, очень любит группу Ву-Тан-Клан. Я застрял. Ребят, знаете, зачем это нужно? Для того, чтобы делать высокие прыжки. А знаете, как называются убийцы в садомазо-костюмах? От сосины. Хватит меня убивать. Давайте лучше будем дружить со мной. Василий Иваныч, господи, он от меня телепортировался. Ты так просто от меня не избавишься. Я получу это повышение. В общем, телепортировался я за ним на другую планету. Тот момент, когда зашел в холодную воду. О нет, да это же мистер Крабс. Деньги, 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 деньги. Блин, мне кажется, что я телепортировался в какую-то задницу. Черт, это опять ты. На этот раз я буду умнее. Да, сейчас он подойдет и мы его... Да, вот сейчас он подойдет и мы... А ну-ка, пусть сюда, я сказал. Да, я так все и планировал. А, так вот как выглядят любители Майнкрафта. Петр, в общем, пришлось мне идти домой к начальнику, но там на пороге меня встретила его мамаша. Восхитительная женщина. Такая старая, но все еще имеет светлый ум. Наконец-то! Начальник, ты где был? Я тебя обыскался везде. В общем, начальник предложил мне работу начальника, но оказалось, что он дал всем повышение и теперь на работе все начальники. НЕЕЕТ! Нажми на подписку и колокольчик и все уведомления. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok